Ну что ж, теперь про экономику. Да, ну, как я уже сказала, уходящий год выдался непростым, очень насыщенным, в том числе и с точки зрения экономики. Главным итогом, конечно, стала необузданная инфляция, которая разогналась до 8% и в два раза превысила целевой показатель Банка России. Реальные доходы населения при этом выросли лишь на 3,5%. Долги россиян банкам достигли 24 миллиардов рублей, расслоение общества усиливается. 20% трудоспособных граждан получают ниже прожиточного минимума. Это итоги уходящего года. Да, это смотря, с какой стороны заглядывать. Если со стороны, так сказать, банковского стола, то они говорят, что даже осчастливили. Люди увеличили свои квадратные метры. Счастье прибавилось, взяли кредиты, зажили наконец-то по-человечески в своих хоромах. Ну, правда, под залогом. Так что не все было неудачно, были и хорошие новости. Во-первых, это меры поддержки семей с детьми. Наша такая главная социальная программа в стране выстраивается, выстроилась уже. Были выплаты, новое пособие малоимущим, беременным, женщинам, одиноким родителям. Поддержку получили пенсионеры. В нашем опросе в проекте «Реальные цифры» многие назвали это событиями года. О других событиях года мы поговорим с нашим постоянным экспертом в области экономики Александром Владимировичем Бузгальевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, мы что-то еще не упомянули с вашей точки зрения? Хорошего. Хорошего, да. Что еще можно было бы назвать таким событием года с экономической точки зрения в нашей стране? Ну, вы знаете, под Новый год хочется шутить, говорить о чем-то оптимистическом. Но есть одна серьезная хорошая новость, ожидают, что в этом году будет 4 с лишним процента экономического роста валового продукта. Я уже не раз говорил, что ВВП не самый умный показатель на белом свете, это мягко сказано. Но все-таки, да, поэтому есть надежда, что мы на целых полтора процента компенсируем провал предыдущего года. В целом получится опять плюс один, как и было до этого 10 лет подряд. А я, знаете, что слушал Александр Владимирович? Извините, у меня как-то опять получилось не очень оптимистично. Нет, нет, все хорошо. Я еще подкину дровейшек. Я вот что слышал. Беседовал с Владимиром Вигелянским, раньше возглавил пресс-службу патриархии. Не удивляйтесь. И он мне сказал, говорит, вы знаете, экономика это лженаука. Уж я не знаю, правда это ли это, но мне так понравилось, Айсалович. Учитывая, учитывая, что никаких точных рецептов экспертов и гарантий в этой области не бывает, а что вот не лже, вот на ваш взгляд, как человека пожившего и видевшего расцвет СССР, взлет экономики советской. Вот что не лже? Гарантированный базовый доход, перераспределение доходов от богатых к бедным. Вот что не лже, если экономика это лженаука. Ну, понимаете, на самом деле не вся экономическая наука это набор мифов. Есть некоторые действительно серьезные вещи, которые надо знать. И это не просто закономерности инфляции безработицы или какие-то еще кривые, которые изгибаются все время не туда, куда надо в России. Речь идет о другом. О том, что есть связки между качеством жизни людей и уровнем социального неравенства. Вот если социальное неравенство растет, то в стране с примерно одним и тем же доходом на протяжении десятилетий одни беднеют, другие богатеют. Вот только что наряду с цифрами, которые мы называли, прозвучали другие, кстати, в ваших новостях, что 70% российских миллиардеров стали богаче, правда, 30% стали беднее. Форбс, да, тут опубликовал. У них тоже свое расслоение. У них тоже свое расслоение, но это скорее шутка. Понимаете, вот когда в ситуации, очень тяжелой экономической ситуации, которая сложилась в результате пандемии, когда долгое время много людей жило бедно и продолжает жить бедно, 20% ниже прожиточного минимума, который и так ниже плинтуса, это вообще, говорят, трагедия. Просто трагедия. Да, под Новый год не хочется об этом говорить, но это именно так. И вот в этих условиях социальное неравенство, это, конечно, вызов и вызов обществу, которое внутри, к сожалению, находится в тяжелом состоянии ожидания, что, наконец, может быть, кто-то что-то сделает. Но сделать можем мы. Как именно, об этом мы не раз с вами говорили в наших эфирах. Но сначала я хотел бы сказать, все больше людей приходит к мнению и начинают с серьезных экономистов, которые не лже. И включая просто рядовых граждан, хотя мы все не рядовые, мы все удивительно разные, индивидуальные, не разные, индивидуальные. Вот к выводу, что нужно что-то менять в датском королевстве. Понимаете, вот так дальше нельзя. Ну, даже если мы валовый продукт будем увеличивать темпами в 4%, чтобы компенсировать провалы прошлого, для того, чтобы элементарно начать догонять, а не отставать от не самых передовых стран, нам надо решать гораздо более сложные проблемы, чем количественный рост. Понимаете, цена на нефть 80 долларов за баррель. Мы-то жили в условиях, когда было 30 до этого, а если снова упадет опять трагедия, так нельзя. И об этом, что так нельзя, говорим уже много десятилетий. Нельзя так, что долларов миллиардеров у нас, на душу населения, чуть не больше, чем в других странах. Нельзя так, что концентрация богатства, я говорю не о доходах, а о богатстве, концентрация богатства в руках 100 самых богатых семей России, не процентов, 100 семей. Это одна из самых высоких в мире. У нас страна с другими традициями, с другим потенциалом. У нас люди социальную справедливость по очень многим опросам ставят на одно из первых мест в числе ценностей. У нас до сих пор более 60% по данным опроса либеральных центров, я не буду их даже называть, вдруг какой-нибудь из них уже стал иногентом, чтобы, не дай бог, ни то не сказать. Но это очень разные данные, от официальных опросов до вот этих. Более 60% считают, что разрушение СССР было трагедией, не в геополитическом, а прежде всего в человеческом, социальном смысле. Вот в таких условиях надо менять эту ситуацию. И дело не только в неравенстве. Дело в том, что его можно ликвидировать, конечно, за счет меры, о которых говорится уже очень много лет. О которых когда-то говорил президент, о которых говорили все спикеры парламента, как только уходили в отставку. Прогрессивный подоходный налог. Но речь идет, прежде всего, о другом. О том, что нужна работа для людей, где они могли бы интересно работать, реализовывать себя, чувствовать уважение к себе со стороны общества. Значит, что они создают нужное для страны, а не просто отбывают, не будем грубых слов, тянут лямку для того, чтобы заработать деньги на пропитание. Да, или для жизни. Вот это вот очень важно, понимаете, чтобы работа была качественной, тогда зарплата будет качественной. И главное, будет технический прогресс. Потому что такая зарплата бывает там, где хорошие технологии. Знаете, да, вот вы упомянули, что это либеральные центры. Да у нас правительство такое либеральное, что дальше ехать некуда. Вы как объясняете вот эту неизбывную веру в рыночную экономику? Сколько уже спрашивали и министров на разных форумах экономических про рост цен, ну, допустим, на металлопрокат и арматуру. И если внимательно проследить, ответы примерно такие. Мы живем в рыночной парадигме, мы в рынке или нет. У нас нормы ВТО. Вот чем вы объясните вот эту неизбывную веру в либеральный рынок, в рыночную экономику? Мы тишим себя иллюзиями? Или мы просто это говорим для вида, чтобы, ну, раз уж поехали по этим рельсам, другого-то своротка нет, как говорят деревни? Дело в том, что в экономике есть еще один закон, который знали древние римляне, не читавшие капиталы к этим современных американских учебникам. У них было выражение «квипродаст» – кому выгодно. Вот если экономисты, обслуживающие тех, у кого миллиарды, если не долларов-то рублей, а, как правило, все-таки долларов, говорят что-то на протяжении десятилетий, и не что-то, а вот этот рыночный фундаментализм проповедуют самым отчаянным или более-менее культурным образом, значит, это выгодно. Почему выгодно? Потому что крупнейшие корпорации, их хозяева, в том числе теневые хозяева, продолжают в этих слоях наживаться. Факты, к сожалению, знают сегодня все. То, что при этом 20% ниже прожиточного уровня, тоже все знают. Значит, это кому-нибудь нужно. И, к сожалению, это не зажигание звезд, помните, Маяковского, чтобы хоть чуточку, да, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Тогда перед ними две противоречивые задачи. Очевидно, я уж перестану на вас наседать, но тем не менее понять. Вот тот же самый министр экономического развития. Перед ним задача сокращать уровень бедности, повышать средний уровень зарплаты в стране. С него это требует. Но при этом вы говорите, кому это выгодно, как ку-продаст, да? Ку-продаст. Ку-продаст, да. Я не самый большой знаток латыни. Да, а я тем более не знаток. Я у вас учу. И, соответственно, он еще чьи-то интересы. Либо тем, либо другим служить. Уж одновременно-то не получится, наверное. Вы знаете, мы как-то с вами говорили здесь в эфире, что государство – это такие змей Горыныч о трех горловах. Одна голова, чего изволите, говорит крупному капиталу. Вторая голова сама себя любимую любит. То есть бюрократы любят сами себя и себе расширяют привилегии, льготы. В новом бюджете опять рост по доле расходов на содержание госаппарата, силовиков и так далее. А третья голова думает о людях. Совсем про людей забывать нельзя. Понимаете, будет социальный взрыв, и он может быть деконструктивным, если нет авангардных, прогрессивных политических сил. Извините за казенный язык, но это именно так. Если есть политическая сила, которая знает, куда идти, это путь прогресса, путь человеческого развития, путь социальной справедливости, путь технического прогресса и так далее, тогда социальные потрясения могут менять к лучшему, иногда быстро менять. Это не только пример нашей страны, это пример и Латинской Америки, и Китая, где сильные изменения, радикальные изменения произошли 40 лет назад и дали большой импульс развития. Глубокие изменения, они имели вид реформ, но это были очень глубокие изменения. Не могут происходить и негативные, тоже разрушение Советского Союза. Вот вопрос в том, как эти три головы государства, этого Змея Горыныча, взаимодействуют. К сожалению, на словах по преимуществу в пользу народа и иногда по дачке. Вот с одной стороны, ну очень хорошо, что помогают беднейшим слоям населения, что раздали кому-то 5, кому-то 10 тысяч рублей, не долларов. Что многодетные семьи или при рождении ребенка увеличиваются выплаты. Но чтобы дать четкую программу, чтобы люди знали, как это будет делаться в следующие 3-4-5 лет. Потому что когда тебе говорят, может быть по велению что-нибудь дадут, может быть 5 тысяч, может быть 10, может тебе, а может за третьего ребенка, а может за первого, а может завтра, а может в следующем году. На демографическую ситуацию это плохо влияет. То есть это никак не влияет. Это в лучшем случае помогает людям как-то нормально сводить концы с конца. Дайте программу серьезную. Используйте, вот там еще одна цифра мелькнула, 600 с лишним миллиардов в кубышке, которая увеличивается. Уже я не знаю, кто только не говорит, что ее надо увеличивать. У нас в МФЮА, в университете, все практически говорят, финансово-юридический университет. В финансовом университете при правительстве все говорят. На экономическом факультете МГУ уже руководство либеральное. Говорит, что надо в конце концов что-то решить. И почему студентам не могут платить зарплату, хотя бы как в Советском Союзе, через 30 лет прогресса и развития. Это много таких примеров. Нужна серьезная программа подъема качества жизни. Для этого нужна программа высокотехнологичного производства, его развития. Для этого нужна программа в области планирования. Мы об этом тоже говорили. И это все прописано. Академик Гринберг, член Кор Гринберг, академик Агенбегян, академик Глазьев. Много имен, много серьезных разработок. Они доказаны, они проверены разным мировым опытом. От Латинской Америки и Скандинавии до Китая. Вот то, что можно так делать. И очень важный вопрос, о котором редко говорят, в том числе и академики, но мы с вами говорили, и я еще раз скажу. Это изменение отношений собственности. У нас все время либо все национализировать, либо все приватизировать, все отнять, поделить, все поделить, отнять. Ну, кстати, в 1991-м все поделили и отняли. У граждан отняли, по сути дела. А речь идет о другом. Потому что и в госкорпорациях нужно добиться общественного контроля, чтобы они работали на страну и на людей, а не на топ-менеджеров этих корпораций. И в частный бизнес может быть социально ответственным, когда в условиях трагедии пандемии не будут расти доходы у долларовых миллиардеров, хозяев этих корпораций. Социально ответственный бизнес должен действовать по-другому, милый. У тебя не отнимают миллиарды. Скажи спасибо, что это реформа, а не социалистическая революция. Но будет добро хотя бы поделить хоть немножко, чтобы твоя страна, на которой ты паразитируешь, тебя не скинула потом вообще. Хоть из этого здравого смысла. Я же не говорю о каком-то чувстве справедливости и так далее. Ну и, знаете, длинный монолог, уж вы меня извините, но под Новый год мне хотелось бы сказать все-таки что-то оптимистическое. У нас в стране растет понимание того, что нужны эти изменения. Как минимум те, о которых я говорил, как минимум. И это понимание, я думаю, может вселить людей в веру в самих себя. Мы иногда недооцениваем самих себя. Недооцениваем то, что мы можем сделать. Я не хочу переходить на пафос. 30 декабря надо улыбаться. Но позволю себе все-таки вот что сказать. Понимаете, да, когда у тебя подарок года, покупка года, там один этот агрегат смартфона, айфон, смартфон на двух детей, помните, мы с вами говорили тут в студии, да, или там дровами запаслись, дровами запаслись в поселке городского типа на зиму. 21 век. Конечно, в этих условиях, говорит, поверь в себя, ты многое можешь, выглядит чуть ли не издевательством из центрального телевидения. Но все-таки. Понимаете, когда веришь в себя и понимаешь, что ты можешь что-то делать, тогда ты понимаешь, что делать надо не одному, а вместе. Это даже Хемингуэй писал, американский писатель, не коммунист. Делать вместе, понять, что мы можем сделать вместе, ну, немножко наладить в своем микрорайоне в качестве первого шага. Может быть, все-таки задуматься о профсоюзной организации на предприятии. У нас есть и независимые профсоюзы, по-настоящему независимые есть. Это федерация как бы независимых профсоюзов. И кое-где эти ФНП-овские профсоюзы действуют. У нас есть возможность деятельности в рамках экологии, ведь действительно огромное количество проблем с тем же мусором. Вот когда человек начинает в это включаться, даже если он живет бедно, у него появляется другой смысл жизни. Можно подумать о помощи учителям или воспитателям в детском садике, где ваш ребенок. Вот я ехал из Костромы, мне рассказывают, что мы будем делать. У нас детский сад закроется в поселке городского типа. Там старенькая воспитательница одна осталась на огромную группу. Ей платят 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей воспитатель детского сада. Может, Моцарты растут, может, Ломоносовы. Да просто дети. Вот подумайте, как добиться того, чтобы ей платили не 15 тысяч, а чтобы могла прийти новая воспитательница. Вы скажете, ничего нельзя, а можно. В поселках можно, можно добиваться того, чтобы местные власти что-то меняли. Можно собирать жителей, в тюрьму за это не посадят. Вы не требуете политических революций или экстремистских действий. Вы реализуете свои гражданские права. И немножко по-другому начинаешь себя ощущать. Зрительница Айсеновна Владимирович хочет с вами поговорить. Наталья Николаевна, Московская область, с нами на связи. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я так рада, что дозвонилась до вас. Я даже загадала, что если я дозвонюсь, то у меня будет удачный год. Хотя и предыдущие годы я не считаю неудачными. Все-таки мне 68 лет. Я думаю, что если бы что-то было очень неудачным, меня бы уже, наверное, и не было. Так вот, я хочу сказать, что я очень люблю вашу передачу. Я практически смотрю только ваш канал. Спасибо вам за правду. За то, что вы освещаете такие глобальные, скажем, проблемы, которые всем нам понятны. Тем, кто интересуется. И я хотела, чтобы не занимать ваше эфирное время, я бы хотела поздравить вас. Ну и всех жителей нашей страны. Тех, кто любит животных. Я любительница животных. Особенно семейство кошачьих. У меня кошка. Я не одна, я с кошкой. Вот, поскольку тигр – это животное семейство кошачьих, вот такое у меня родилось. Пусть тигренок нежной лапкой прикоснется к вам на миг. Он ведь в сущности котенок. Хоть и хищник, хоть и велик. Мы же все должны стараться приручить его к себе отношением друг к другу и стремлением к доброте. Ну, вот знаете, это так у меня стихийно получается. С некоторых пор меня подруга прям-таки заставила записывать вот эти мои мысли, ну, маленькие стихи. И в основном я так вот пишу о доброте. У меня их много. Вот, поэтому... А еще хочу пожелать. Ну, все хотят лучше жить. Вот я не плачу, у меня пенсия 8900. Но, как говорил мой дедуля, очень мудрый, он мне говорил, малое намажешь и больше будешь. Или разжуешь и побольше будет. Вот, поэтому этими принципами, вот, которыми меня дедуля, бабушка, они мне так учили, я живу. Но плакать, это самое последнее дело. Можно плакать от радости. Вот от радости я могу, когда я вижу, когда ваш канал освещает какие-то проблемы, кому-то помогли, кому-то тяжело. То есть я реально понимаю, что мне-то вообще замечательно. Наталья Николаевна, спасибо за такой настрой. Мы вас поздравляем от души, вот, Александр Владимирович, все присоединяются, и зрители тоже. Благодарю нам за хороший звонок, за стихотворение ваше интересное. Спасибо большое. Александр Владимирович, ну вот, на самом деле, наша зрительница коснулась, правда, такой темы, такой вопрос, который я хотела вам задать. Вот мы пугаемся нынешней инфляции, а мне интересно, а если бы, если бы, наше правительство не делало ничего, сколько бы процентов у нас было? Вообще, насколько, с вашей точки зрения, эффективными стали те меры, которые были приняты? И способны ли мы сейчас их оценить? Довольно сложный вопрос. Если бы до кобы, до ворту росли грибы. Ну, прежде всего, я хотел сказать огромное спасибо Наталье. Мы с вами ровесники, Наталья. И быть оптимистом, имея даже меньше, чем 9 тысяч рублей в месяц... Но не совсем доплачивают до уровня минимального прожиточного... Я думаю, что да, все-таки... Там дотягивают, там не 8, конечно, да, да. Хотя сложная ситуация. У меня вот знакомая коллега, у нее мама в миллионнике, проработала всю жизнь фельдшером в школе. У нее 11,5 тысяч пенсии, ничего не доплачивают. Но это и есть минимальный прожиточный уровень. Да, для пенсионеров, да. Ну, вот, совершенно верно. Но давайте все-таки о хорошем. Понимаете, я вот в связи с тигром и тигренком... Кстати, есть очень много людей, которые занимаются действительно тем, что помогают животным. Но здесь есть палка о двух концах. Это замечательно, когда спасают животных, бездомных, делают все для них. Это человека делает теплее. Но сразу приходит новое выражение. Чем больше я знаю людей, тем больше я люблю собак. Вот все-таки надо создавать тот мир, где ты будешь собак любить не потому, что ты узнал людей и понял, что с ними нормально общаться невозможно. А потому что с людьми тебе так же хорошо, как с собакой. Чтобы не было вот... Знаете, ко мне пришел друг, он так посмотрел на меня. Я понял, это собака. Вот надо, чтобы пришел друг, и чтобы он был человек, и посмотрел на тебя именно так. А вот в связи с тигром, хорошее стихотворение про тигренка, и в связи с вашим вопросом о рынке. Я про инфляцию отвечу обязательно, честное слово. Я читал много лекций в Китае. У них тоже есть экономисты, у которых эйфория от рынка, и там идет довольно серьезная борьба с этими деятелями. И я тогда сказал, рынок это не кошка. У Дэн Сиопина есть выражение, неважно какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловила. Вот рынок это не кошка. Рынок это тигр. Если ты его не будешь держать в узде, то он тебя сожрет. Понимаете, вот рынок может сожрать тебя. У нас инфляцию не регулировали толком. У нас повышали и повышают процентную ставку, благодаря чему. Те, кто рантье, выигрывают. Вот вложил денежки, что-то выигрываешь. А те, кому надо брать кредит, те оказываются в очень тяжелом положении. Опять бедные, богатые. Но я думаю, что разовые меры, которые предпринимало правительство, немножко пригласили какие-то очаги инфляции, но на время. Это не решение проблемы. Вот ключевая проблема сегодня, это даже не 8%. Потому что 8% это опять средняя температура по госпиталю. Для продовольственных товаров инфляция намного выше. Для базовых продовольственных товаров еще выше. Она существенно превышает 10%. Есть масса других базовых вещей, которые подорожали гораздо в большей степени. И люди это чувствуют очень сильно. Когда субъективно человек воспринимает, что цены выросли в два раза, может быть, они выросли, конечно, не в два, но вот такой субъективный выброс, он означает, что это повлияло на человека, что повышение цен очень сильно по нему ударило. И это произошло. Потому что сегодня об инфляции говорят все. Если было 8% и люди жили нормально, этого почти не заметили. А вот интересный, хороший момент, Александр Владимирович, чтобы вспомнить историю заседания Госсовета по реализации нацпроектов. Вот помните вот эту идею лженаука? Вот кто здесь главный лжец? Я не имею в виду правительства, чтобы понять, с кем дело имеем, как приструнить, вы говорите, держать в узде. Хуснулин рассказывает, что у нас тормозится реализация нацпроектов, потому что подскакивает в цене. И он перечисляет вообще все. Железо, песок, щебень, древесину. И мы не успеваем. Кто тут лжец? И почему государство, даже для реализации собственных 103 тысяч региональных, федеральных проектов, стесняется накинуть узду? Или это невозможно? Вот все, мы как в рыночной парадигме, как Решетников говорит. Вот здесь есть, давайте еще раз к этому вернемся, я не хотел обсуждать академическую тему, но придется, потому что здесь вопрос о бузде, это вопрос о том, какую модель экономики мы хотим развивать в будущем. Вот я начал с того, что надо менять существующую модель, я на этом настаиваю. Сегодня уже лидеры доводского форума говорят, эта модель капитализма не работает, и в России высшие руководители говорят, эта модель капитализма не работает. Что будет завтра, та же самая модель. В идеологии может быть по-другому, не буду сейчас об этом говорить, в экономике ничего не собираются всерьез менять. Почему? Потому что накинуть узду, это лишить миллиардов долларов, а то и десятков миллиардов долларов, те, кто продает металл, те, кто наживается на повышение цен, и ни в коем случае не хочет решать проблемы кризиса за счет своих доходов. Я имею в виду хозяев. Классический репортаж. Если у нас проблемы с моим баром, в котором люди поют караоке, то я понижу зарплату официантам, уборщицам и охранникам. Какого ты будешь так поступать? Продай свою яхту, милый хозяин бара, ты не самый нищий. Поменяй дорогую машину на дешевую. Сдай в аренду свой коттедж и реши проблему. Ты бизнесмен, ты рискуешь. Ты можешь получать больше, если замечательная конъюнктура, ты можешь получать меньше, если плохая конъюнктура. Вы знаете, интересный момент. Вот так не хотят решать, понимаете, и от министров требуют, чтобы у них всегда были доходы только больше, больше и еще больше. За счет своих денег решать проблемы фирмы ни один хозяин никогда не хочет. Его надо заставлять это делать. Нужно, чтобы он за это нес ответственность. Вот социальная ответственность, это когда, если у тебя фирма работает плохо, будь добры, выкладывай свои денежки из офшора, из счета, который ты открыл на жену или там на любовника. Неважно в данном случае. Понимаете, вот так не работает. Так работает только тогда, когда есть узда. Узда невыгодна для крупного капитала. Узда невыгодна для чиновника, который с ним вот так сращен. Узда выгодна для нас. Про бар вы привели пример. Анекдот и в тему, считаю. Есть анекдот про парня, заходит в бар, просит ему налить, и говорит, пока не началось. Он говорит, бармен, а что не началось? Ну, налейте еще раз. Налил. Он говорит, слушай, ты платить-то будешь? Ну, началось. Вот так же и здесь. На том же госсовете по нацпроектам Хуснулин предложил такую идею. Говорит, цены так быстро растут, что нам нужно быстрее строить, пока они не выросли уж совсем, и нам будет не на что их реализовать. Вот узды нет, а строить быстрее, а ускорить темп. Вот это вариант или нет? Нет, это не вариант. Знаете, мне это напомнило заседание парламента, не сегодняшнего парламента прошлого созыва, где прошлый министр финансов, когда его спросили, почему вы не хотите потратить деньги на крупные инвестиции в серьезные проекты, сказал, разворуют. Вот понимаете, когда человек высшего руководства страны, говорят, разворуют, и поэтому денег тратить не будем, будем класть кубышку, так или иначе, прямо связанную с теми, кто на Западе или на Востоке, в лучшем случае, с их деньгами, с их активами и прочее. Но это значит, что государство не способно реализовывать то, что от него требуют, интересы общества, но способно реализовывать то, что ему хочется для себя любимого, интересы бюрократии, интересы тех самых, которые на этих проектах живут. Что касается проектов, понимаете, в чем дело? Под проект должны быть стабильные взаимные обязательства, и это должен быть проект, который строится на 5 лет. Ну, точнее, должен быть не проект, у нас вот такие вот растопыренные пальцы на руках и ногах, сотни тысяч проектов, которые плохо согласованы, на которые выделяются где-то копейки, где-то много, какие-то выполняются, какие-то нет. Нужен единый план. Для бизнеса, говорят, милый, хочешь работать на государство? Рынок стабильный, выгодный, средне выгодный, но на 5 лет гарантированы закупки. Фиксируем цену. Мы договоримся-то 5 лет, как частный бизнесмен с частным бизнесменом. Мы фиксируем твои обязательства. Если стройка, будь добр, предоставь смету. Превысишь смету, выложишь из своего кармана. За что? За то, что не умеешь проектировать. За то, что не умеешь рассчитать свой проект. Все, мы договорились. Как, извините, в 90-е годы. То государство, знаете, есть такой институциональный термин, я не ругаюсь. Это категория экономической теории. Оседлый бандит. Это государство так называют в новом институционализме. То есть, вот тот, кто держит власть. Вот как бандит говорил. Попробуйте к бандиту в 90-х прийти и сказать. Ну, ты знаешь, что цены подросли, поэтому я тебе долг не отдам. Говорит, милый, на счетчик поставлю. Во-первых. А во-вторых, если не отдашь, через 10 лет, так сказать, шлепну. Так и с государством. Если ты не хочешь работать с государством, не работай. Если работай, работай по этим правилам. А государственная корпорация вообще должна работать по государственным нормативам, а где-то и по государственным ценам. И от Запада можно договорить. Почему цены растут? Потому что во всем мире растут. Во всем мире растут, в Китае не растут. Во всем мире кризис был в 2008-2009 году. В Китае не было кризиса. Если бы повысил темпы роста, упали до 6%. Нам бы такие падения в условиях кризиса. Можно. И у них рыночная экономика. И открытая. Гораздо более открытая, чем у нас. Просто регулируемо открыт. И правила ВТО, извините. Когда нам устанавливают санкции. Кто-нибудь думает о том, что Россия и Америка, или Россия и ЕС равноправные члены ВТО. Какие санкции? Мы равноправные члены ВТО. Только рынок и ничего, кроме рынка. Откуда санкции? Александр Владимирович, насчет шлепнут. Тоже удачный момент. Вот история с Листвяжной, где привлекают. Был задержан, подозревается. Хозяин в экономическом... Что приложил руку к произошедшему. 50 с лишним погибших. Вспомним высказывание, которое приписывает Маркусу Томаса Даннинга. Что пойдет по головам при прибыли в 30%... 300? Да, 300. Нет такого преступления, на которое бы он не пошел, даже под угрозой виселицы. Мы еще раз фиксируем. Собственник, он не ходил, датчики не ставил. Это не инженер. Он не должен ходить их проверять. Но, тем не менее, вменяется в вину, так вот, в общем, как раз вот то хождение по головам. Что ради прибыли мы подошли к этой черте, что все-таки шлепать-то придется. Понимаете, в чем дело? Здесь нужны... Я шире предлагаю смотреть на экономические преступления. Обирать своих работников и не доплачивать им. Это тоже их загонять в шахту, чтобы они там дохли. Совершенно верно. Значит, есть разные капитализмы. Я вообще противник капитализма, сторонник социалистической системы. Я об этом говорил прямо. Но, если мы не говорим о качественном изменении строя общественного и работаем по этим правилам, то есть разные варианты, которые реализуются в разных странах. От Востока до Запада или как хотите. Первый вариант. Когда капитал работает как хочет, а государство единственное, что берегает, это его частную собственность. Вот либеральная креда. Защищать частную собственность, кстати, не говорят государственную. Частную собственность защищать. Раз. Свободный рынок. Два. И дальше каждый договорится сам. Не хочешь работать в опасной шахте? Не работай. Помирай с голоду. Безработный. Без проблем. Да, хочешь работать в опасной шахте за большие деньги или за маленькие деньги, но все равно опасные? Работай. Как договорились? Есть другой капитализм, где есть сильный профсоюз. Который, увидев, что шахта опасная, просто выведет людей на забастовку. И все. А что я к блехерам скажет, ребята, сунетесь на эту шахту, хотя остановим вообще угольную отрасль. Всю. Потому что нельзя, потому что люди погибнут. Это капитализм. Капитализм с классовой борьбой. Собственник капитала борется против рабочих. Загоняет в шахту, где 50 человек гибнет. Рабочие говорят, нет, не пойдем. И ничего страшного не произойдет. Вот я, просто чтобы меня не обвинили. Знаете, вот был такой фильм про Махно, не очень удачный. Но там забастовку всех хозяйственных рабочих объявили. Приходит к барину. Барин, повысить на рубь зарплату, которую их нанимают. Говорит, не могу. Говорит, если я вам повышу на рубь зарплату, зерно будет дороже, я его не смогу продать, мы все проиграем. Говорит, не, барин, ты нас не дури. У твоей жинки сколько платьев? Говорит, не знаю. А бричков у тебя сколько? Он говорит, три. А фатер в городе у тебя сколько? Он говорит, пять. А полюбовниц у тебя сколько? Говорит, не ваше дело. Ну так вот, ты полюбовниц выгони, две брички из трех продай, пять квартир продай, и нам по рублю как раз хватит. Ну и ты не помрешь с голоду. Вот это капитализм будет, они его не национализируют, они не отнимают у него поле, деньги и так далее. Но это хоть какой-то компромисс намечается. То же самое касается экологии. Когда с одной стороны одной рукой штрафуют корпорацию, другой рукой выделяют средства для того, чтобы компенсировать потери штрафа, которые только что наложили. Нурникель имеете в виду? Я не буду называть корпорацией, меня предупреждали, что нельзя называть корпорацией на телевидении, а то это антиреклама, или наоборот реклама, или реклама конкурентов. Сами корпорации предупреждали, Александр Владимирович. Нет, ну не корпорации, нет, мне очень четко объяснили правила игры в свое время. Вот, это тоже часть рынка на самом деле. Вы думали, вы не испугливых, Александр Владимирович? Да, я не испугливых, да, я имею в виду Нурникель, конечно. Просто я не хотел вам создавать в телевидении проблемы. Вот, и здесь действует, кстати, очень жесткий, есть такой даже анекдот. Права человека кончаются там, где начинаются права инвестора. Очень жесткое высказывание такое, афоризм. Понимаете, когда права человека абстрактные, тут все нормально. А когда права человека остановить варварские инвестиции, или обеспечить сохранность природы, или обеспечить жизнь людей, или обеспечить ситуацию, чтобы не было 20% ниже прожиточного минимума, который обещают поднять, но я не знаю, сколько тогда еще процентов окажется ниже этого прожиточного минимума. Вот, еще раз возвращаясь все-таки к оптимизму. Понимаете, ну, безусловно, надо, чтобы было больше качественных продуктов в доме, и чтобы не было проблем купить два смартфона для двух детей, чтобы можно было не печку топить, запасясь дровами, а нормально жить с дешевым газом в стране, который продает газ всему белому свету. Но есть еще один момент. Есть момент, вот, когда ты вместе что-то сделал, хотя бы небольшое, и ты чувствуешь счастье от этого. Вот вместе со студентами сделал что-то интересное, рассказал людям. Они к тебе откликнули, сделал канал, YouTube-канал Альтернативы, за который тебе сказали большое спасибо, 10 тысяч человек, которые на него подписались. Ну, мелочь. Это ничего не стоило, на самом деле. Можно делать бесплатно, просто что-то интересное рассказывать. Можно помогать тем, кто рядом с тобой, а не только кошкам. И даже не просто помогать денежкой. Кошкам тоже надо. Я их люблю, у нас в доме тоже кошки. Не в этом дело. Можно вместе сделать что-то для дома в целом. Можно вместе подумать о том, почему дворник хороший, и тогда подарить ему подарок. Если дворник плохой, подумать, почему он плохой. Может быть, у него проблемы. Может быть, этот мигрант, если говорить про Москву, просто человек, которому тошно, потому что он... Вот у нас поэт-дворник. Пригласить его на Новый год. Пригласить на Новый год. Чтобы он не чувствовал себя одинаковым. Да. Понимаете, вот можно многое сделать такое, что тебе позволит почувствовать себя человеком, с радостью сказать, а я, несмотря ни на что, личность. Вот да, денег мало, да, несправедливо, да, эти миллиардеры жируют, а мы нет, но я личность, и рядом со мной товарищи. И мы вместе что-то можем. Мы уже сделали, мы ищем, как сделать дальше. Мы думаем, почему на телевидении Бузгалин все время рассказывает про какую-то программу, зачем она кому-то нужна. Может быть, наконец-то подумать и сказать, да, нужно. Или вот здесь Бузгалин не прав. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Дадим слово в следующем году, Александр Ильич. Но с Новым годом-то я могу поздравить? Конечно, конечно. Вот я поздравляю вас всех, дорогие друзья. Я даже скажу ужасное слово. Я вас поздравляю, дорогие товарищи. Потому что мы товарищи по общему делу. Мы слушаем, говорим, думаем. Мы вместе думаем, как сделать нашу страну лучше. Как сделать лучше нашу общую жизнь. Как сделать лучше, чтобы каждый из нас чувствовал себя человеком, который гордится своими близкими, своими товарищами по работе, своими товарищами по дому, по городу, по деревне. Вместе были товарищи. Вот это очень важно. Давайте подумаем, как нам быть товарищами. С Новым годом, товарищи. Спасибо огромное. Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета, был с нами в этом году. И будем надеяться... До встречи в Новом году. До встречи в Новом году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.